Строительство объектов образовательной инфраструктуры, организация парковки возле детского сада, социальная ипотека и зарплаты учителей. В преддверии нового учебного года педагоги Барвикинской школы сели за круглый стол с депутатами. В обсуждении принял участие вице-президент областной торгово-промышленной палаты. Здесь главная проблема – это изыскать возможность строительства дополнительной школы, либо пристройки к существующей школе, что позволяет территория, плюс строительство дополнительных детских садов. Педагогов также интересовало улучшение качества воды в жилых домах Барвихи, оборудование в поселке, площадок для выгула собак. Отдельно обсудили вопрос содержания школьного стадиона. Современное футбольное поле с искусственной травой, которое пользуется популярностью у всех жителей поселка, требует качественного ухода. В этом школе нужна помощь. Надо, чтобы управление образованием, муниципальные власти обратили внимание на эту проблему, выделили бюджет не очень большой, провели торги, взяли компанию, которая проводила бы обслуживание, сервис этого футбольного поля, который пользуется очень большим спросом среди не только учеников, но и местных жителей, поскольку тут все поселка приходит играть в футбол. Еще один актуальный вопрос – нехватка мест в детском саду номер 31 для самых маленьких жителей Барвихинского в возрасте от полутора до трех лет. Между тем, генпланом здесь предусмотрено строительство новых дошкольных учреждений. Также идет подбор помещений для адаптации их под мини-сады для детей. У нас старое здание детского садика в поселке дачное хозяйство Жуковка, оно более-менее санитарным нормам соответствует. Сейчас там, так сказать, ведутся переговоры с тем, чтобы снизить нагрузку. Но это пока так. И опять же говорю, что дошкольные учреждения, планируется их строительство. В этом году детский сад номер 31 отметил 45-летие с момента открытия нового здания и 85-летие со дня образования первого дошкольного учреждения в поселке под названием «Сказка». Коллектив детского сада мечтает о благоустройстве территории. Рядом с нами очень красивые и очень шикарные парки. Наши родители посещают их, они видят уровень. Им хочется, чтобы дети, глядя на такую же красоту, развивались в детском саду именно территории. Территорию мы все сохранили. Она у нас всегда подкрашивается. После осмотра территорий дошкольного учреждения гости пришли к выводу, что подойти к решению проблемы необходимо комплексно. Начать надо, конечно, с того, что отвезти воды сточные, которые вытекают на территорию детского садика от близлежащих домов. И общим стоком идут, дальше проходят, как говорится, транзитом. Поэтому задача, она широкая, она требует глубокого подхода и требует инфраструктурных вмешательств и каких-то новых решений. Все озвученные на встрече вопросы обязательно будут отработаны. Контролировать их выполнение одинцовские депутаты-единороссы станут в рамках партийного проекта «Новая школа». Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.